Недавно мир потрясли новости из Афганистана. По этому поводу уже высказался президент Казахстана и провел несколько совещаний. Как передает его, пресс-секретарь Такаев принял все необходимые меры по реагированию на данную ситуацию. По словам спикера, президент Атакаев провел вторую встречу по ситуации в Афганистане за последние несколько дней, на которой присутствовали премьер-министр Мамин и главы ключевых ведомств. Во время обсуждения были даны некоторые поручения, которые предполагают действия для обеспечения безопасности граждан Казахстана. Президент поручил профильным ведомствам и впредь внимательно следить за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений о дальнейшем сотрудничестве с этой страной. Посольство Казахстана продолжает работать в Кабуле в ограниченном количестве. Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала. Представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что планов по эвакуации всех дипломатов из Афганистана нет. В пресс-службе МИД также заявили, что в Афганистане больше нет граждан Казахстана, по крайней мере тех, о которых знали дипломаты. Президент Афганистана Ашраф Гани недавно ушел в отставку и покинул страну. По данным СМИ, он переехал в одну из центрально-азиатских стран. МИД Казахстана объявил, что Гани не находится на территории Казахстана. Помимо ситуации с Афганистаном, произошло интересное событие. Завершилась подготовка к визиту нового спецпредставителя Евросоюза в Средней Азии, в Казахстан. Основным вопросом для обсуждения станет вода, точнее, ее наличие в достаточном количестве, ведь, как известно, в Центральной Азии с этим есть некоторые проблемы из-за быстрого изменения климата. Как стало известно, в ходе визита представителя в Казахстан запланирована встреча с руководством страны для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня ЕС «Центральная Азия». В 2019 году Европейский Союз принял стратегию ЕС по Центральной Азии. Важный документ, определяющий сотрудничество ЕС по многим региональным вопросам. Казахстан играет важную роль в региональном сотрудничестве, и текущие события в регионе делают его очень важным. Казахстан также подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, которое вступило в силу в марте 2020 года. Это всеобъемлющий документ, охватывающий широкий круг вопросов, представляющих общий интерес. В целом, во время встречи с казахстанской стороной будет насыщенная и многогранная повестка дня.